Вы, я думаю, первым объявили на всю советскую страну о том, что вы гомосексуалист, что вы не скрываете этого, вы не делали из этого фишки, так сказать, вы не показывали, что вот смотрите, какой я, и ходите на меня теперь, на мои концерты из-за этого. Но вы имели смелость, я считаю, что надо было иметь большую смелость об этом сказать во весь голос, и наверняка вы понимали, чем это может обернуться. Чем это обернулось, скажите? В снятии статьи. Какой? 121, по-моему, да? Понятно. Да, вы знаете, кто это первый сделал? Украина. Вышло такое интервью, я приехал из Америки, я года 3-4 не работал в Советском Союзе, я работал в Италии, потом в Париже, потом уехал в Америку. И я настолько привык к там, к понятию, что обществу важен человек, харизма, характер, талант, мозги и его то нутро, которое он может отдать. А они. Да. Вы знаете, когда я приехал, и покойный ваш коллега, главный редактор газеты «Аргументы и факты», господин Старков, лично брал у меня интервью. Вот это интервью, ему уже лет 15, наверное, в этом интервью. В нем вы впервые сказали? Впервые в жизни. Ну, потому что я приехал, я уже, ну, я думал, что я приехал, ну, во-первых, это был уже 91-й год. Да, 91-й год. И мне казалось, что публика... Готова. Готова. Вы ошиблись? Я глубоко ошибся. И я подхожу к очень знаменитой одной артистке, очень знаменитой. Ой, привет, любимая, слушай, я тебя столько лет не видел, подаю руку. Иди отсюда, пидор грязный. Я говорю, почему? Мне так стало страшно. И я себе сказал внутри, вот за пидора ты ответишь. Ответил? Весть. Ответил? Ну, а я доказал, кто я такой. Сейчас она уже не знаменита. Она не популярна. Все эти звания, те медали, они не имеют сегодня того значения, которое могло... было значение тех времен. Окей? Михаил Михайлович Жванецкий сказал когда-то, что я никогда не был женщиной-узбеком, поэтому мне трудно понять, что это такое. Многие из нас никогда не были и не будут гомосексуалистами, поэтому многим трудно понять, чем отличаются геи от других людей, с другой ориентацией. Вот вы могли бы сформулировать? Вы ведь любили женщин, правда? Конечно. Вот какие... что здесь? В чем проблема? Я не гомосексуалист. Все немножко путают историю мою с гомосексуальной историей. Почему я никогда не стесняюсь себя? Почему я никогда не стесняюсь быть один и выходить в свет в обществу моих любимых друзей, которых вы всех знаете? Иосиф Давыдович, Алла Борисовна. Они никогда меня в жизни ни с кем не видели и не увидят. Я не гомосексуалист. Я просто могу любить. И мужчин, и женщин. Но я так хочу. Продолжение следует...